В Чувашию с экспедицией приехали лингвисты и молодые филологи из Санкт-Петербурга. Они изучают особенности одного из местных диалектов – Малокорачкинского. Чем он привлек их внимание, выяснила наша съемочная группа. Вот так в быту, с помощью латинской транскрипции, лингвисты изучают особенности чувашского языка. Сегодня у плиты Наталья Заика, ученая Питерского института лингвистики. Чувашский язык она исследует впервые. В нашей лаборатории, лаборатории технологического исследования языков, изучаем причинные конструкции. И нам нужны языки удаленные друг от друга с разными структурными свойствами. То есть нам неинтересно изучать русский, английский и французский. Это довольно хорошо исследованные языки, по ним уже много публикаций. Нам интересно изучать что-то такое более оригинальное для нас. И чувашский язык почему бы нет. Я более-менее получила тот материал, который я хотела. Максим Федотов – коллега Натальи. Но в отличие от нее, в Малое Карачкино он приезжает второй год подряд. В тот раз он изучал фонетику. В этот – в структуру вопросительных предложений. Вот если бы у нас были такие вопросы с вариантами. Петя завтра работает или отдыхает? Так, Петя, Иван, Ишлет или Канат? Ишлет? Или Канат? Все в Ядринском районе выбрали не случайно. Местный диалект очень сильно отличается от литературного чувашского языка. У лингвистов на этот счет два мнения. Первое – влияние марийского языка. Хотя здесь ученые спорят, кто у кого заимствовал словообразовательные элементы. Есть другая точка зрения, ну, как бы, скорее, дополняющая, что у Кошкарского, у Малого Карачкинского есть просто некоторые архаические особенности чувашского языка, которые как раз в других диалектах были как-то либо утрачены, либо изменились на что-то другое. Поэтому получается, что здесь такая смесь разных причин исторических. Изучать местный диалект приехали и студенты высшей школы экономики. У каждого своя тема. Агата Зорина исследует повелительное наклонение. Получается, что повелительное наклонение по-шкартскому выражается довольно-таки разнообразно. Зачастую прибавляются специальные частицы, которые смягчают повеление и получается уже просьба. Если все пойдет как надо, то представляю себе, что можно выступить на конференции. Эта экспедиция скоро закончится, но уже в августе приедет новая группа студентов, которая продолжит исследовать языковые особенности. А результаты могут стать основой будущих научных работ. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Валерий Резюков, Республика.